добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале вертаве и сегодня у нас гайд по созданию плана полета с нуля от пункта а до пункта b по всем шагам с учетом выбора полосы параметров погоды и прочего и все это мы будем делать в программе little nav map которую я последнее время считаю чуть ли не эталонным продуктом и must have то есть обязателен к использованию для симмеров понятно что решений много кто что использует но для меня little nav map это сочетание планировщика движущиеся карты на которой я вижу свой самолет я вижу на ней погоду отображается трафик и много 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 других вещей и таких глубинных моментов как профиль самолета то есть программа умеет рассчитывать и изучать поведение вашего самолета например в части расхода топлива и может даже построить профиль для неизвестного самолета как как топливо тратится и так далее но это совсем дебри а мы сегодня пойдем исключительно по плану полета и немножко поговорим о самой программке друзья и вот на экране у нас сайт ссылочку я на приведу на него под видео где можно скачать little nav map программа абсолютно бесплатная доступная для всех желающих здесь мы видим у нас есть новости проекта по ссылке и далее идут ссылки на скачивание причем варианты есть для windows для macos и для linux разных типов разных версий можете внимательно поглядеть есть сама программа little nav map собственно идет ее описание и можно ее скачать дальше есть программка называется little nav connect это возможность связывания с программой через сеть допустим у вас запущен симулятор а где-то на ноутбуке в этой же сети вы хотите наблюдать что у вас происходит с самолетом где он летит видеть опять же карту и какие-то параметры для этого нужен плагинчик который называется little nav connect вот перечислены симуляторы которые поддерживаются для little nav connect но я тут вижу все и fsx и всех версий включая steam edition препары 2 3 4 5 microsoft симулятор и x plane вот ставьте и для того чтобы x plane виделся тоже в программе чтобы видно было ваш самолет который стоит на стоянке и летает нужно поставить плагин в explain который называется little xp connect он скачивается и туда в плагин с explain оставится вот я в последнее время использую microsoft fly simulator и поэтому буду все делать с упором на данный симулятор чтобы программка little nav map работала ничего не нужно нужно только сама программа по sim connect она прекрасно соединяется все видит все работает и так далее в итоге мы выбираем ссылочку здесь есть установщик а есть архив я качал просто архив распаковывал в любое место на диске создавал ярлычок на рабочий стол и программа little nav map готова к использованию но единственное но программа требует актуальную навигационную базу я рекомендую вам подписку навиграф на навиграфе на сайте мы идем в свой личный кабинет ведь я нахожусь в личном кабинете здесь есть пункт который называется fms data на данные навдаты здесь собственно есть некий лаунчер который мы запускаем он сам находит продукты установленные little map он находит насколько я помню и может обновить базу если вы с лаунчером не хотите заморачиваться многие не любят ставить лишний софт то здесь есть такой пункт называется fms data manual installation то есть установка вручную здесь мы ищем нужный нам продукт ищем в списке по файту они расположены находим собственно файли который называется little nav map и здесь два варианта три даже под windows под macos и под linux скачиваем под windows скачивается файлик который exe файл исполняемый запускаем и он сам все установит навдату куда нужно расположит он сам знает куда чего делать ничего ему не мешаем устанавливаем и у вас собственно в приложении уже будет актуальная навдата после чего запускаем наш little nav map и видим примерно такой вот экран то есть мы где-то можем находиться какая-то есть карта которая очень удобно с зажатием кнопки мыши таскается и передвигается вот допустим в санкт-петербург с какого-то времени поначалу когда программа little nav map вышла здесь были карты гугла привычные но все-таки проект развивается и растет google это заметили им это не понравилось они попросили свою карту google убрать поэтому здесь появились такие вот простые карты которые называются например там open street map то есть то что идет по умолчанию все бы ничего карта хорошая но ее проблема в том что в россии надписи по русски а если мы перемещаемся допустим финляндию здесь уже надписи по-фински не очень удобно то есть на языке той страны где находим пишется вот но появились умельцы которые сделали возможность которая позволяет добавить дополнительные карты те же самые гугловские и пользоваться ими без ограничений в данном случае разработчик приложения ни в чем не виноват мы делаем это сторонним образом вот а нам удобные карты об этом я в коротеньком маленьком ролике приложение расскажу после этого видео запишу буквально как сделать так чтобы карту у вас были на выбор включая всякие разные гугловские давайте я вам покажу вот какой например есть у меня пример google сателлит да вот наш привычный вот этот вот спутниковый вид то есть ходить даже можете так пользоваться вот наш пулково стояночки город то есть летать очень удобно мы видим все прям в живую но немножко путается тут значки перед глазами поэтому давайте что-нибудь попроще все-таки выберем вот давайте даже базовую карту возьмем для начала чтобы было так проще поскольку по россии мы будем планировать полет я предлагаю построить маршрут на сегодняшний день вот все как есть по погоде который в данный момент происходит мы сделаем выполним полет из санкт-петербурга из пулково полетим в кольцово в екатеринбург но перед этим я хочу вам рассказать вот о чем когда вы впервые запустили симулятор нужно сделать следующее во первых здесь есть такая вещь flight simulation simulator connection запускаем и выбираем какой нам нужен симулятор explain fsx препарем fs и буквально разово нажимаем connect симулятор в этот момент должен работать и в этот момент вы увидите свой самолетик стоящий там на той или иной стоянке вот если вы его не видите на него можно отцентрироваться здесь есть кнопочка такая я не симуляторе эта кнопка погашена вот она самолетик взятый в скобочке когда симулятор будет подключен у меня симулятор не запущен эта кнопка будет доступна и нажатие на нее центрируют камеру на самолет причем когда самолет летает за ним чертится такой маршрут как он летел штрих-пунктирной линией и эти маршруты сохраняются не удаляются рядом есть кнопочка удалить вот этот маршрут который рисует за собой самолет если вы хотите чтобы в целом маршрут не рисовался вот эта кнопочка него выключают и самолет будет летать не оставляя маршрут нажимаем будет будет видно как вы полетали на следующий день можно посмотреть как вы летали. Вот. А очистка, соответственно, вот этой кнопочкой. Делит симулятор Aircraft Trail. Вот. То есть убрать вот этот вот след. Далее ту самые разные настройки, отображение разных типов аэропортов. Вот. С твердыми ВПП, есть со всякими водными и так далее. Можно повыбирать. Включение отображения вор-маяков. Запоминаем значок. То есть такими вот значками обозначаются вор-маячки. Вот такими NDB. То есть все направленные, ненаправленные. Вейпоинты. Это просто точки спутниковой навигации. Такие вот розовые треугольнички. И вот эти вот зеленые лучи Илс. То есть мы можем поближе приблизиться. Видим лучи Илс. То есть заход Илс в данном аэропорту в Пулково на 28-ю правую, на 28-ю левую. Зеленые вот эти вот локалайзеры, да, так называемые. Потому что мы сверху смотрим. Глиссаду нам не видно. И на 10-ю левую, на 10-ю правую. Тут же рядом есть вейпоинты. Видите, вот они эти. Ли-768, Ли-802. Вот эти вот точечки. Из которых Сиды и Стары состоят как раз при подходе к Питеру. Чуть подальше точки будут другого типа. Вот видите, точка Потки, например, лежит на трассе Папа-989. Также мы видим еще и трассы. Помним, что самолеты у нас летают. Желательно лететь по трассе и пересекать точки. То есть трассы пересекаются, на их пересечениях стоят точки. Допустим, мы могли бы лететь от точки Бапин по трассе Танго-635. Долететь до точки Тулгу. И пойти уже по другой трассе. Не вижу ее номер. Вот. Л-71. То есть и пойти куда-то дальше. Например, на точку Гетил. То есть наш маршрут это сочетание точек и трасс, которые складываются в маршрут. Вот. И собственно, вот они эти. Вейпоинты мы видим. Вот соответственно. Вор Маяк. 113 и 4 Санкт-Петербургский. И то же самое. Все остальное. И НДБ маячки. Ближний, дальний. Все здесь присутствует. Вот. И трассы, которые мы видим. Если они мешают, есть трассы типа Виктори. Это для низколетающих самолетов. Есть Джей. Это Джет Эрвейс. Для высоковлетящих самолетов Хай Эрвейс. Вот. Их можно включать, выключать. Оставим джеты. В общем, в принципе, такие вот базовые моменты нам понятны. Ну, а дальше давайте попробуем поработать с планом полета. Да, я вам показал, как добавить свой самолет на карту. И перед тем, как что-то либо планировать, вот что нужно сделать. Видите, у меня показывает, что у меня стоят два симулятора в системе. Показывает, что новиграф свежий цикл. 21.06. И здесь есть такая очень важная кнопка. Называется Load Scenery Library. Дело все в том, что Little Enough Map в его базе, когда вы его скачиваете с сайта, нету сценариев, которые вы ставите. Допустим, у вас есть Microsoft Flight Simulator. Вы наставили туда кучу кастомных сценариев. Little Enough Map о них не знает. То есть не знает номера стоянок, не знает, как в них реализованы ELSI там или еще что-то. И поэтому мы должны из данного симулятора взять все сценарии и их в некую базу Little Enough Map перекинуть. Причем, если вы новый сценарий добавили, какой-то установили, то нужно эту процедуру повторить, чтобы он добавился в базу. То есть буквально на днях я поставил там аэропорт турецкий и смотрю, а у меня стоянки не совпадают. То есть в Little Enough Map одни, в симуляторе другие. Вспомнил, да, я же не делал синхронизацию. Засинхронил, все появилось. То есть мы выбираем симулятор какой, где он находится, подсказочка, кнопочку Load, ну и несколько минут займет формирование базы. Вот. И после этого у вас будет все один к одному. Мало того, у вас в Little Enough Map появятся аэропорты, которые есть в симуляторе. То есть он мне вот показывает, допустим, гостилица, аэропорт. По умолчанию гостилиц, по-моему, в Little Enough Map нету. А когда мы подгрузим базу из симулятора, он же берет и дефолтные аэропорты, и кастомные. Гостилицы появились. То есть вы формально можете на карте Little Enough Map увидеть, есть такой аэропорт в Microsoft в симуляторе или нет. Вот. И помимо прочего, вы вот видите, летают самолётики. Тоже интересный момент. Меня бывает спрашивают, что это за трафик. Трафик здесь выбирается. Когда мы зайдем в настройки, здесь есть пункт онлайн слайдинг. И здесь можно либо выключить, либо включить ватсим, Ивау, Пайлот Эдж и какие-то другие веб-сервера, на которых откуда можно брать трафик. У меня стоит трафик Ивау. Если, в принципе, раздражает, мы можем нажать кнопочку No, Apply и самолётики пропали. То есть трафика у нас здесь нет. Очень удобно наблюдать трафик во всех отношениях. Вот. Ну и давайте поедем потихонечку. Что нам нужно сделать? Допустим, перед нами есть карта. Какая-то вот непонятная. И мы хотим выполнить рейс из Санкт-Петербурга в Кольцово. То, о чём я как бы вам и говорил. Набираем справа. Слева окошечко называется Flight Planning. Здесь у нас есть Flight Plan. Разные ремарки, расчёт топлива. Это я говорил, что в программе есть профили топливные для самолётов. Какие-то самолёты он знает, какие-то не знает. Но можно полетать и программа сама проанализирует расход и сделает профиль. Сама. Вот. Переключаются эти вкладки наверху. Их здесь много всяких разных. Их можно переключать и искать. Либо вот здесь есть список. Причём можно в списке что-то выключить. Например, нам не нужен флорепорт и не нужен какой-нибудь текущий перформанс. То есть это вот как раз данные по расходу. Нам нужно только Flight Plan и ремарки. Вот сделали. Надоело. Здесь есть такой ресет. И всё добавилось обратно. В пункте Flight Plan будет перечень наших точек полёта, схем выхода-захода и аэропортов вылета и прибытия. Ниже идёт информация. Информация по выбранной точке. В плане полёта тыркаем на любую точку и по ней получаем всю информацию. Это мы сейчас в процессе посмотрим эту вкладку. Внизу окошечко это вертикальный профиль. Мы увидим нашу высоту полёта, точку Top of Climb и Top of Descent. Это точка, где мы наберём эшелон и где мы начнём снижаться. И увидим профиль земли, горы. То есть нету ли у нас там таких моментов, что наш маршрут, эшелон полёта ниже, чем горы. То есть не столкнёмся ли мы с чем-либо. Вот. Это очень такой интересный момент. То есть допустим банально я вам сейчас покажу. Банальный момент. Мы летим из Симферополя. Ставим его с Departure. Вот он нас спрашивает. Точка или аэропорт? Аэропорт. Вот. И летим мы допустим правым кликом. Ну вот давайте на минеральные воды. Прибытие. Это сейчас такая маленькая тренировочка. Вот. И добавим например, что мы летим через аэропорт Гудаут. Да? Допустим. То есть мы его добавим в план как промежуточную точку. И делаем нашу высоту полёта. Ну допустим вот здесь у нас указывается эшелон. Ставим 10 тысяч. Оп. И вот мы видим как раз вот что вот на 10 тысячах пролетая мы заденем горную вершину. Видите? Мы попадаем. Это вот горы. Причём мы видим где. Обратите внимание. Я веду мышкой по вертикальному профилю. А по маршруту бежит такое бирюзовое колечко. То есть она показывает где. И вот в этой точке после Гудаута двигаясь в сторону минвод. Вот где-то вот здесь мы столкнёмся с горной поверхностью. И симулятор нам подсказывает, что безопасная высота вот здесь. 12500. Красная линия. Вот. Но 500 он показывает не очень правильно. Потому что мы поговорим про эшелонирование. Когда мы выполняем полёт слева направо. С запада на восток. Мы должны лететь на эшелоне нечётном. Соответственно мы здесь должны выбрать либо 11 либо 13. Ну как нормальные люди мы выбираем 13. И вот в принципе уже у нас всё. Рассчиталось. 42 мили мы будем набирать точку Top of Climb. На неё мы выйдем. Мы не знаем на каком самолёте. Это пока всё условно. И точку Top of Descent. Когда мы полетим. Симулятор будет знать какой у нас самолёт. Хотя бы скорость его понимать. И он нам эти точки подвинет. Пересчитает. В автоматическом порядке. Вот. Но это я вам показал просто как работает горизонтальный профиль. Далее. 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 Давайте мы план полёта сделаем новый. Всё сбросим. Save change. No. И в общем давайте теперь поехали по порядку. Возвращаемся. А справа у нас окошечко поиска. В этом окошечке можно искать аэропорты. Точки самые разные. Процедуры, схемы выхода и так далее. Вот здесь полный список всего что можно поискать. Онлайн клиентов даже. Сервера можно найти тут. Чего только нет. В общем окошечко поиска. Многие его закрывают. Если вы окошечко поиска закрыли случайно. Идём наверх в Windows. И вот он окно Search. Обратно достаем. Нам нужен аэропорт. Пишем сюда ИКО код Санкт-Петербурга. Можно город написать. Можно имя аэропорта Пауково. То есть хотите пишите вот здесь вот Пауково. База всё равно найдёт. И город можно написать. Даже вот какие-то тут коды. Коды территории можно. Взяли Пауково. И на нём правой кнопкой. И здесь у нас есть Set as Fly Plan Departure. Добавить как точку вылета. Аэропорт вылета. С которого мы вылетаем. Оп. Добавился. Вот. Далее мы берём то же самое. Мы летим в Кольцово. Пишем Uniform. Сьерра. 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 Это Кольцово. И правый клик. И здесь уже S Destination. То есть как пункт назначения. Вот. Поскольку летим мы далеко. И допустим мы полетим на Airbus'е 320. Мы должны лететь на нечётном эшелоне. Летим как я уже сказал с востока. Нам кстати нарисовали пример на линию. Показали длину. Общий курс. Если лететь по прямой 73 градуса. Магнитный. Вот. 972 мили нам лететь. На таком расстоянии Airbus в принципе легко залезет на эшелон какой-нибудь. Ну. Если он не очень перегруженный. То на 39 тысяч залезет. Если сильно. То на 37. Ну. Это уже так из опыта. То есть дистанция позволяет нам залезть. Видите нам показывают. 112 миль мы будем залезать. И 110 миль спускаться. Ну. Берётся всё. Как я всегда говорил. Что. Как рассчитывается точка Top of Descent. Мы берём наш эшелон. 37. Умножаем его на 3. И получается 37 на 3. Это получается 111. Да. Вот он за 110 миль нам и показал снижение. Почему милю забрал. Потому что превышение аэропорта 766. Кольцово. И превышение в Питере 68. То есть почти тысячу выбираем. Получается не 37. А 36. 36 на 3. Вот вам примерно 110. И получается. Такие вот округления. Ну и здесь то же самое. Вот. То есть. Всё вполне себе. Как вот он посчитал. Но нас так не устраивает. Мы напрямую лететь не можем. Нам нужно выбрать полосу. С которой мы взлетаем. Нам нужно выбрать схему. Вообще в аэропорту. Если вы летите с диспетчером в сети. Вы когда диспетчера запросите полёт. Вы ему подаёте план полёта только от точки входа и до точки выхода. Это первая и последняя точки маршрута. Схему и полосу вам дадут. То есть формально вы можете сделать вот какой-то банальный план. Посчитать без схем. И всё. И идти в онлайн. Схему и полосу вам дадут. Но я разберу более подробный момент. Если мы летим в оффлайне. Сами по себе. Нам никто не даст там на вылет 28 левую. Нам никто не даст схему на вылет какую-нибудь. Мы должны всё посчитать сами. Причём грамотно. Потому что мы летим с реальной погодой. Погода у нас включена существующая в текущий момент. И соответственно нужно чтобы всё было безопасно, красиво и правильно. Соответственно движемся в сторону Санкт-Петербурга. Вот наш аэропорт Пулково. Мы его наблюдаем. Здесь есть стояночки. Кстати говоря если план полёта экспортировать в Microsoft Flight Simulator, то он вас поставит на полосу с запущенными. Это не очень хорошо. Поэтому если это конкретно для Microsoft Flight Simulator, мы здесь можем указать точку, в которой нас заразместить наш самолёт после запуска. То есть мы подгрузим план полёта в симуляторе и нас поставят в ту парковку, которую мы выберем. Эта функция недавно появилась в Little Knife Map и поддерживается Flight Simulator. Я хочу встать на 102-й гейт. Наш любимый 102-й гейт, который там самый первый перед терминалом. Нажимаем 102-й правой кнопочкой и здесь есть такой момент. Сейчас я его найду. 102-й может вот так. Или не так. Вот почему-то 102-й не даёт почему-то. Ну ладно, давайте 101-й. И вот у него есть Set Parking 101. Выбрать стоянку 101 в Пулково как точку, ну точку отправления. То есть мало того, что у нас выбран аэропорт, мы ещё и выбираем и точку. И видите, на плане полёта у нас пишут 37 тысяч футов, мы летим, инструментальный полёт. Можно выбрать, конечно, визуальный. Вот. И у нас написано Пулково, Паркинг 101 до Кольцова. То есть мы и в Кольцово можем указать точку, на которую мы должны приехать. Ну грубо говоря. То есть она показывается с таким кружочком. Гейты почему-то не дал выбрать, я не могу понять почему. Может быть особенность сценария. Сценарий у меня стоит бесплатный, который сделал недавно у нас Алекс Миротов. Не знаю, может быть. Но вот почему-то они синие. То есть синие, видите, не выбрать. Ладно. Выбрали 101-й. Со 101-го гейта будем выполнять наш полёт. И далее что нам нужно понять. Кликаем дважды на Питер и появляются данные по Питеру внизу. То есть у нас есть всякие тут вкладочки. Полезно-бесполезные, нужные, ненужные. Но самое главное из них, который называется аэропорт. И к нему появляются ещё дополнительные вкладки. Видите, есть ближайшие аэропорты к Питеру, Лаперанта, Псков и так далее. Есть процедуры, какие у нас тут, на какие полосы и так далее. Вот транзишены, ворды МЭЕ заходы, ИЛС заходы. Всякие разные подробности. Вот. То есть можно всё это посмотреть. Но нас интересует погода. Мы всегда взлетаем против ветра. Вот. Вот. И у нас расшифрован метар. То есть он уже немножко так, грубо говоря, разобран по частям. Есть из него кусочки, что вот там данные по всем полосам. R88 указаны по тому, что полоса там данные по полосе. Видим, что 28 левая, 28 правая. Кстати, он пишет, лучшая полоса к текущему ветру 28 левая, 28 правая. Мы сейчас это разберём. То есть он нам полосу рекомендует. То есть наша программка Little On Of Map уже решила, что на вылет, чтобы быть против ветра, 28 левая, 28 правая подойдёт. Вот они. Левая и правая. То есть залетать там нужно будет туда вот на запад. Вот. Получается встречный ветер три узла, боковой, да, ну где-то вот девять узлов там. То есть он на составляющие разобрал. Сейчас я поясню почему. Плюс есть длина полосы. Видите? 11 600 и 12 800. Они немножко разные по длине. Кстати говоря, вот их длины написаны. Видите? 12 885. Ширина на 197. Асфальт. Это в футах данные. И курс полосы 277. У обоих они параллельные. Обратный курс, если с десятой взлетать курс, 97. И вот полоса, которая правая, она чуть покороче. 11 620 на... не вижу там. На 197 тоже. То есть по ширине они одинаковые. То есть нам посоветовали полосу, но мы это проверим. Смотрите. У нас есть данные по ветру в текущий момент. Ветер 351 градус. 10 узлов переменного... А, переменного направления. От 321 до 21. У нас есть вот такая некая роза ветров. Она рисуется обычно вокруг самолета. Если самолета нет, то вокруг аэропорта, который у меня выбран в списке. То есть у меня выбран Питер. Выбираем. Вот она роза. Вот показан грубо говоря ветер. То есть у нас здесь 351, 345, 350, 351. Вот так дует ветер к полосе. То есть таким под небольшим углом. Понимаете? Вот он. Дует. Если мы будем взлетать с десятой полосы, у нас ветер будет немножко попутный. Видите? Чуть-чуть. То есть вот 90 градусов это чистый боковой. А тут получается немножко сзади. То есть он будет на боковой сзади. А с 28 будет немножко все-таки боковой справа, но встречный. Почему? Нам собственно и посоветовали. 28, 28 и левую, правую. Причем говорят, что лицевой три узла, потому что он сбоку дует. Видите? А вот этот вот как раз вот боковой кроссвент, то есть он будет 9. То есть потому что с бачка поддувает. Вот. То есть угол к ветру боковой. В некоторых случаях, допустим, ветер мог бы быть, например, в направлении 270. И тут вообще все понятно. 28 полоса подходит. 270 это значит ветер дует с направления 270. Вот отсюда бы он дул просто встречно. Мы взлетаем с 28 вперед. Здесь всегда направление ветра, откуда он дует. То есть он дует вот отсюда, вниз, сюда. С 351. Соответственно, мы успорили, что мы сегодня взлетаем с 28 правой, либо левой полосой. В Питере вообще обычно взлетают с левой, насколько я помню. 28 левую мы выбираем на вылет. И что теперь нам надо сделать? Смотрите, друзья. Розу эту убираем, которая нам показывает направление. Выбираем Питер. В списке нажимаем правую кнопку. И здесь есть такой пункт, называется Show departure procedure. Показать процедуры на вылет. Нажимаем. И вот здесь в окошечке слева появляется процедура для отправления для всех полос. Нам для всех не надо. Мы поняли, что мы с 28 левой взлетаем. И у нас отфильтровались схемы. Буквально несколько штук. И теперь объясню. Вокруг Питера есть несколько ключевых точек, в которые практически любой маршрут из Питера начинается с этой точки. Точки эти имеют название. И соответственно схемы сделаны с выходом на эти точки. Этих схем 7. И мы можем их посмотреть. Вот первая схема. Она ведет на точку Керес. Нам в принципе-то подходит, кстати. Довольно-таки неплохо. То есть видите, у нас маршрут в сторону. На восток мы летим. И Керес практически у нас туда, в ту сторону идет. Дальше есть схема Пета 1 Браво. Ведет на точку Питап. Это куда-то в Финку лететь. Видите? То есть нам сюда не надо. Это на север отправление. Точка Релны. С нее бы, например, хорошо можно было бы полететь в Петрозаводск или в Архангельск. Вот. Тоже не очень. Рума 1 Браво. Это явно южное направление. В Сочи лететь. Там я не знаю. В Платов. Вот. Сугин точка. Тоже в принципе пойдет, чтобы лететь в Кольцово. И вот еще у нас тут есть точка Турал. Это направление в Европейское. И вот это. Вот туда же. Нам в принципе это не надо. То есть мы поняли, что там нам подойдет либо точка Керри, либо точка Сугин. Ну, Сугин немножко уходит южнее. Давайте выберем. Хотя, почему бы и нет. Давайте выберем Суги 1 Браво. Классическая точка. В Питере ее очень любят давать на вылет и на прилет. Прям вот вообще шикарно. Все. Мы выбираем эту схему. Нажимаем правую кнопку на ней. И есть здесь пункт. Вставить сид 28 левая с названием Суги 1 Браво. Вот. План полета. Нажимаем. И вот у нас появилась 28 полоса. И появились все точки нашего маршрута. Вот они все по порядку. Ли 785, 768. И вот оно пошло по кругу. И до конца заканчивается наша схема на точку Сугин. И маршрут уже, видите, перерисовался. Теперь он состыковался с этой точкой и пошел отсюда. Есть. Схему выхода выбрали. Лететь у нас в Кольцово, если на Airbus 2 часа. За 2 часа погода изменится. Но мы предварительно должны выбрать схему и полосу, на какую будем заходить. Предварительно. Может быть, погода и не изменится. Вообще, где-то в 2 из 3 случаях погода сохраняется. Если каких-то резких нету там переменных. И, соответственно, в Кольцово делаем все то же самое. Двойной клик на Кольцово. Кликнули 2 раза. Появились данные по Кольцово. Здесь то же самое. То есть, ближайшие аэропорты, процедуры, название ИЛСов. Вот видите, ИЛС на восьмую левую. Написано 111.7. Направление локалайзера 75 градусов. Курс на полосу. Угол наклона Глиса до 3 градуса. И пошло-поехало. Для каждого ИЛСа. Восьмая левая. Допустим, там... Поглядим, что у нас тут есть. Список большой. То есть, по точкам все расписано. Вот, пожалуйста, да. Восьмая правая. Номер ИЛСа тоже угол. Наклон. В общем, все здесь по порядку можно найти. Не залезая в схему новиграфа. Но нам нужна погода. Открываем погоду. Видим, здесь ветер почти такой же. 236 градусов. 6 узлов. Температура плюс 32. Давление, кстати говоря. 1012 гектапаскалей. И в дюймах ртутного столба тоже. То есть, может ни в какой метар не лазить. Вся погода здесь видна. Написано температура 302 градуса. Точка росы 17 градусов. Это расшифровка метара. Ветер 6 узлов. Направление 236. Вот. И видим погода метара. У нас 29 июня 2021 года. На 14.00 по UTC. То есть, добавляем свою прибавку по времени. В каком часовом поясе мы живем. То есть, 14. Допустим, у меня сейчас плюс 3. В Санкт-Петербурге. Соответственно, 17. Вот. Так что, вот. И видите, еще расшифровочка, что нету облаков ниже 5000-1500 метров. Видимость 10 километров. 6 миль, как бы. И всякая дополнительная информация по полосам. И вот нам говорят, что лучшие полосы для посадки 26. Ну, понятно. То есть, если ветер у нас дует в направлении 236. Давайте мы поставим сюда нашу эту штучку. Вот. Поставим. 236. 236. Это ветер дует где-то 225-30. Ну, вот. Где-то вот отсюда. Вот так дует ветер. Естественно, если мы будем заходить на 08. Нам будет дуть он сзади, справа. Нам не надо. Нам лучше заходить на 26-ю левую, либо правую. И тогда он нам будет слева, спереди. Это оптимально подходит. Поэтому выбираем 26-ю правую, либо левую. Насколько я помню, садятся на 26-ю левую в кольцо. Ребят, если что, не ругайте меня сильно. Насколько я помню, что 26-я левая обычно заход. Поэтому нажимаем кольцово. Нажимаем шоу arrival procedure. Показать процедуры по прибытию. Нажимаем. Появляется список. Нам все не нужны. Выбираем только 26-ю левую. Вот. И пошел большой список. Здесь мы можем тоже посмотреть, что у нас есть. Какие есть схемки. Видите, вот. Всякие разные странные непонятные схемки. Зигзаги такие. То есть, видите. И она не подходит к аэропорту. Я потом поясню, почему. Вот. И всякие вот разные здесь пошли. Видите, это вот с одной стороны подход. С другой стороны подход. Вот. С северо-востока. И так далее. Ну вот я, насколько помню, на 26-ю есть хороший заход с точки Бикма. Она называется. И вот смотрите. Бикма 6 виски. Есть Бикма 6у. А, ну она сверху подходит. То есть, с разных сторон к аэропорту. Давайте вот. В принципе, Бикма 6 виски. Вставляем ее в аэропорт. В маршрут. Инсерт. Вставить стар схему захода 26-я левая, 26-я правая. Эта схема ведет на две полосы. Потом уточним. Бикма 6 виски в план полета. И вот когда я выбираю, он мне говорит, а на какую полосу? Левую или правую? Я выбираю 26-я левая. И видите, у меня уже маршрутик перерисовался. Подтянулась точка Бикма. От нее пошла схема захода. И далее, вот с последней точки, напрямую на аэропорт. Нам так не подходит. Поэтому, помимо всего прочего, помимо схем захода, есть еще и такие вещи, как схема. Уже именно аппроч мы должны выбрать. Листаем вниз по списку. И видим, что у нас есть на 26-ю левую аппроч. Ворд МЕ, ИЛС, НДБ, Эрнав и ГНСС. Мы заходить будем по ИЛСу, поскольку летим мы на Аэрбасе. И ИЛС тут есть нескольких видов. W, X и Z. Выбираем ИЛС X на 26-ю. И обратите внимание, что он мне нарисовал. Он мне нарисовал точку входа Initial Fix и Final Fix. Вот в этом месте мы должны зайти в глиссаду ИЛСа. И также нарисовал нам уход в зону ожидания. То есть нам это все нравится. То есть мы выбрали схему и тип захода надо выбрать. И вот этот аппроч, ИЛС X, мы нажимаем правой кнопкой и то же самое. Вставить заход по ИЛСу на 26-ю левую в план полета. Оп. И вот теперь у нас все четенько. По схеме БИКМа 6 виски мы зашли. Дошли до точки СС на 43. Дальше идет вход уже в зону захвата ИЛСа 26-й левой. СФ 26-я левая. Эта точка называется Initial Fix. В ней начинается попытка захватить Локалайзер и глиссаду. И максимальная точка, где мы должны уже точно быть в глиссаде, это Final Fix. Она называется FE 26-я левая. Вот. Вот в этой точке мы по-любому должны захватить глиссаду. То есть Локалайзер ищем вот в этом районе. Глиссаду, если мы чуть выше находимся, мы тоже здесь захватим. Если нет, то вот в этой точке мы должны быть на высоте захвата глиссады и захватываем курсовой и заходим. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Если нет, то процедура миссинга-провоча, уход на второй круг. Вот у нас есть сюда вот уводит на точку D, дельта 237 кг. Высота выше 2700. И дальше уже следуем инструкциям диспетчера, либо выполняем повторный заход на аэропорт. Итак, мы выбрали схемы. Откуда и куда? Но маршрут у нас по-прежнему пустой. Видите, это называется директ. Директ это прямая точка. То есть от точки Сугин до точки Бикма у нас прямая линия. Абсолютно прямая, ничего в ней нет. Собственно, вот наша схема. На Сугин пришли, дальше Бикма. То есть вот между двумя этими точками большущее расстояние. И нам нужно придумать, посчитать маршрут. Нажимаем Flight Plan и выбираем пункт, называется Calculate Flight Plan. Посчитать план полета. Нажимаем. И здесь нас спрашивают, как мы хотим лететь. Во-первых, нас спрашивают, посчитать от прибытия до назначения или для какого-то кусочка плана полета. Нам полностью для маршрута. Высота 37000. Дальше. По каким трассам вы хотите полететь? По всем. Либо Jet Airways. Это High Altitude. То есть высотным трассам. Либо Victory Space. Вот это Victory Airways. Low Altitude. Для низколетающих там до 15 тысяч. Вот. Я поставил джеты. Далее здесь есть бегунок. Всегда нужно быть на трассах. Либо использовать директы. Директы это когда между двумя точками нет трассы и прямыми. У меня сделано использовать и то и другое примерно в ровной мере. Пополам. Вот. Если мы летим на самолете, на котором нет спутниковой навигационной системы. В ней есть только маяки. И он не умеет летать по вейпоинтам. Ему нужны только War NDB маяки. То мы ставим калочку Radio Nava It's вот сюда. И тут будет еще подтверждение. Использовать ли НДБ. Либо только по ворам лететь. Я сейчас отдельно вам этот пункт, друзья, покажу. То есть мы сейчас для лайнера строим. Jet Airways. Нажимаем кнопку Calculate. Готово. У нас появился план полета. После точки Сугин, точка Бетки, Дилип, Туноп. И вот оно. Вот они все эти точечки у нас появились. Они лежат на трассах. Где-то возможен директ. Но тем не менее леги у нас 102 мили. Лег 75. Пошло, пошло, поехало. Если вам что-то не нравится. Вот здесь есть кусок, который зачем-то нас уводит в сторону Ижевска. Ну вот не нравится, да? Вот этот вот кусочек. Мы можем взять и спрямиться. У нас вот есть точка Пер. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Причем, видите, розовенькие значки там, это вейпоинты. А вот это у нас как раз маяк полноценный. Воровский. Вот. Мы можем взять и кусочек резануть. Вот отсюда. От этой точки Дебаб. Вот она. До точки Пер. То есть вот эту всю серединку мы просто выделяем с контролом. И кнопочка Делит. Бахаем. И мы спрямились. Может быть это не очень хорошо. 345 миль у нас идет директ. Не по трассе. Но с другой стороны, почему мне это не нравится. Ctrl Z нажали. Все вернулось назад. Вот наш маршрут. Вот его длина. 1093 мили. Время полетное он считает. Но он не знает на каком самолете мы летим. Поэтому на время не обращайте внимания. Вот такая красота. Вот так вот исходя из погоды выбираем полосу против ветра. Выбираем схему, которая нас выведет в нужное направление. То есть если мы летим на восток, нет смысла выходить по схеме, которая нас уводит на запад. Little Noft Map, как я уже говорил, позволяет нам увидеть все схемы. Мы можем еще раз их посмотреть. То есть возьмем на Питер, кликнем. Что-то не нравится. Вот. Что-то не нравится. Можем посмотреть другие схемы. Просим показать нас Departure Procedure для 28 лево. И можем покрутить какие-то другие схемы. Может быть нам удобно будет выйти по какой-нибудь вот такой схеме. На точку Roomal. И потом уйти туда. Вот. Ну в общем тут все это на ходу правится. Есть всякие наводницы. Можно конкретные точечки поискать. По именам, по значениям процедуры. В общем все здесь всякое есть. UserPoints и свои точки можно добавить. Видите, у меня на карте есть свои точки. UserPoint 1, 2, 3. Есть дата, когда она была создана. И как они названы. Это я вот для стримов использую бывает. И добавляю. Об этом мы отдельно поговорим. Вот. В общем вот такой вот вариант. И давайте я вам покажу маршрутик, который мы например делаем радио NEF. То есть когда мы летим на без спутниковой навигационной системы. Давайте обнуляем наш план полета. А, друзья. Да, план полета готов. С ним можно разные вещи сделать. У него есть экспорт. Смотрите. Copy Flight Plan Road Description to the keyboard. То есть всю текстовую расшифровку плана полета копируется в буфер обмена. И потом по Ctrl V можно куда-то ее вставить. Вот. Есть вариант, например, экспорта. То есть можно сохранить в своем формате. Save Flight Plan. Вот этот LittleNavMap Plan. Это формат свой данной программы. Есть экспорт в Microsoft Flight Simulator. Нажимаем. Сохраняем. Есть экспорт в Prepar FSx. Есть экспорт в X-Plane. FMS-ку. Вот. Одиннадцатого X-Plane. Есть даже во Flight Gear. И разные дополнительные опции экспорта. То есть можно с сидами и старыми. Можно без сидов и старых отправить. Нужно ли Airways трассы держать в плане полета. То есть здесь все настраивается. Галочками отмечается. Хотим, чтобы в план полета входили сиды и стары. Ставим галочку. Вот она там появляется. Видите, галочка отмечилась. И в плане, который мы экспортим, в нем уже будут сиды и стары. Это не делают обычно. Галочку снимают. Потому что, грубо говоря, мы план составили. Через полчаса может погода поменяться. И схемы будут и полосы другие. Либо мы с диспетчером летим. Диспетчер нам скажет. Но тем не менее, вот это все здесь проставляется. И далее я нажимаю экспорт в Microsoft Flight Simulator. Папочка. Вот моя имя пользователя. Имя пользователя. Updata. Roaming. Microsoft Flight Simulator. И видите, у меня уже здесь планчики лежат. Всякие разные для разных полетов. Сохраняем. В симуляторе подгружаем. Все работает. Либо идем в MCD-ушку Airbus. И вручную программируем. Выход у нас, соответственно, схемы мы помним, которую выбрали. Дальше точка Sugin. B-A-T-K, D-Dip, Tunop. И так далее. Трассы тоже можно все посмотреть. Примерно вот так оно, друзья, работает. И давайте я вам покажу следующую вещь. Как мы будем делать план полета, если у нас нету спутниковой системы. Мы не знаем. Наш самолет не знает, что такое waypoint. Вот эти розовые точечки. Это просто координаты GPS. Для того, чтобы их знать, их надо куда-то ввести. Название вот этой гиккин точки и ее найти. Если мы летим по ВОР и ДМЕ маякам, все, что у нас есть, только частоты. Мы частоты можем в приемнике ввести. И стрелочка нам покажет направление на маяк. То есть никакие названия точек, бедки мы ввести не можем. Соответственно, New Flight Plan. Нажимаем. Он предлагает сохранить не надо. И давайте интереса ради, куда-нибудь сходим, например, по США летать. И вот, допустим, мы решили слетать из небольшого аэропорта. Хотя нет, почему не из большого? Давайте, Портленд у нас, да? Ну вот мы будем вылетать из Портланда. Из Портланда. Добавляем Портланд как аэропорт с Set as Departure. Он меня спрашивает, что именно. Аэропорт, либо вот эти вот, видите, гейты предлагает даже. C и D, где мы будем стоять. Нет, давайте мы выберем аэропорт. Добавился Портланд на вылет. И мы полетим, ну, давайте куда-нибудь на Аляску, допустим. Причем в какое-нибудь такое местечко. Да? Вот маленький аэропорт. Маунтейн. Пунти Маунтейн. У него даже маяков тут нет. Я не знаю, как сюда долететь. Давайте что-нибудь покрупнее. Это почему бы нет? Долетит. Ну вот, смотрите, маячок здесь есть. Аэропорт Вильямс Лейк. Озеро Вильямс. Вот сюда. И добавляем как Destination. Вот у нас построился маршрут. Сразу можем прикинуть высоту. 37 тысяч он нас держит. Это после предыдущего полета. Делаем ему 7. Смотрим. Не попадаем. Видите? Будут горы. Соответственно. Ну и, кстати говоря, когда мы летим на восток, мы летим на нечетном эшелоне. 31, 310, 330. Если летим на запад, летим на четном. 300, 280 и так далее. Если мы летим на север, практически строго, вот как сейчас, мы летим на нечетном, то есть 11, 110, 130, 150, то есть 11 тысяч футов, там 15, то есть нечетный. Если мы летим строго на юг, то у нас эшелон получается четный. Сотый, двухсотый, то есть 10 тысяч футов, либо 20 тысяч. Тут у нас получается практически строго на север, соответственно, эшелон у нас будет нечетный. И 7 тысяч мало, тогда получается 9 тысяч. Берем. И вот уже, в принципе, мы везде проходим. Проходим хорошо. И вот нам нужно построить маршрут. Мы должны, пролетая определенные отрезки, попадать на маячки. Оборудование обычно далеко не стреляет, 150-200 миль, но я не знаю, не каждый приемник почувствует сигнал маяка, поэтому надо как можно чаще, чтобы они были. Нажимаем Flat Plan, калькулирует Flat Plan и ставим, что мы летим по радионавам и желательно только по вор-маякам. Вор-маяк позволяет выбрать радиал, на который мы встанем по отношению к данному маяку. То есть к маяку мы можем подойти с определенного направления. Допустим, есть маячок, который излучает сигнал, мы хотим подойти строго с юга. Юга, юг это у нас 180 радиал. И мы хотим 180 радиалам подойти вот этим, 180 градусов курсом, ну либо 0 для нас, то есть смотря с какой стороны идти. И соответственно мы выбираем. NDB маяк ненаправленный, он радиалы не излучает, он просто показывает направление, стрелочка покажет направление на него. Подойти с какой-то определенной стороны уже там другие нюансы работают. Вот, мы не хотим NDB использовать, нам нужны только вор-маяки. Мы убрали галочку USNDB, NAV-AIDS радио рассчитать, калькуляет. И вот, пожалуйста, наш маршрут. То есть вот у нас все посчиталось. Вот, наш первый маячок называется BTG. У него есть частота. Сейчас посмотрим, здесь она в столбике написана, нет? А, написано, да, смотрите. Вот их частота, 116,6 маячок. Далее у нас 113 ровно и 113,6 маяки. Вот они, раз. Пролетая этот, настраиваемся на следующий. Два. И пролетая этот, настраиваемся на следующий. Ну и над этим маяком мы уже, в принципе, от этого маяка есть какой-то радиал, да, который у нас, радиал совпадает там с курсом полосы. Курс полосы мы можем посмотреть, 115-й. То есть курс полосы это вот такая линия. И, соответственно, с этого маячка, 115-м радиала, мы увидим наш аэропорт. Ну, тут еще есть некие горы. Надо сориентироваться, как проходим, как нет. Но это уже вопрос следующий. То есть мы посчитали план полета, который идет не по точкам. По точкам было бы проще. Вот они, тут их куча. Видите, вот точка. Бород. Плюс GPS-ка, в принципе, знает аэропорт Williams Lake. То есть можно прям его и каукот вбить, да, и все. А радиообородная не знает таких вещей. Мы летаем исключительно по маякам. И вот мы такой вот маршрутик посчитали. У нас получается один лек длиной 192 мили и 198-й второй. Рекомендуется, когда по маякам летаем, чтобы каждые 200 миль был новый маяк. Чтобы не выпадать, грубо говоря, мы летим в зоне одного маяка, от него удаляемся, а потом уже начинаем ловить следующий. Если мы улетим дальше, мы этот маяк потеряем, новый маяк еще не увидим. И будем лететь в вакууме и в непонимании происходящего. Вот что нежелательно. Это у нас уже план полета по радионавигации. Не часто сейчас летают, Симмеры в том числе. Многие летают по классическим планам полета, которые как раз связаны с трассами, с лейпоинтами и так далее. Если что-то напрягает, можно лишнее поотключать, друзья. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Я рассказал о том, как составить план полета из точки А в точку Б, выбрать полосу против ветра, посмотреть на данные погоды, которые у нас здесь же в программе есть. Никуда ходить не надо. Проверить горизонтальный профиль, чтобы мы не имели точек столкновения с какой-то поверхностью Земли. Мы это видим. Видим точки начала снижения и точку, где мы окажемся на эшелоне. Топ-офф-клаймп, точка, где мы залезем на эшелон. И топ-офф-десент, где нам бы уже пора снижаться, чтобы угол снижения был там достаточно традиционный. Полторы тысячи футов в минуту вертикалка. Вот. Таким образом, ребят, если вопросики будут, обращайтесь. Ранее на канале был снят гайд по LittleNavMap. Я его удалю и заменю текущим роликом, который я считаю более подробный и более понятный. К этому ролику я сделаю два приложения. Маленьких, отдельных. Я не стал их запихивать в видео по созданию плана полета. Маленьким дополнением я сниму ролик о том, как добавить Google карты. Вот эти вот всякие разные, какие вам нравятся. Например, там именно вот спутниковое отображение. И сниму ролик о том, как добавить на карту свои собственные вейпоинты, которых нет в системе GPS. Они по координатам добавляются в план полета. И как добавить точку. Например, мы знаем какую-то достопримечательность. На карте Google в Яндексе вы видели, понравилось. Мы взяли ее координаты по высоте и долгота. И как эту точку добавить себе. То есть вы нашли какое-то красивое озеро на карте Яндекса. А здесь его не можете найти. Непонятно, где оно, где его искать. Вы координаты можете выбить и найти. Поэтому будет второе видео. Два маленьких ролика. Допом пойдут. Все запишу, приложу. Приятного просмотра. Ребята, пользуйтесь. Little Noft Map. Шикарная программа. Абсолютно всем рекомендую. Прям отличная вещь. Тем более еще и бесплатная. И постоянно развивается. За последний месяц два обновления было. Одно лучше другого. Ребята делают и большие молодцы. Ну, а я хочу с вами попрощаться. Прощаемся. И забегайте на канал Вертавиа. У нас регулярно идут стримы. По средам, по субботам. И куча гайдов, роликов в ближайшее время тоже выйдет. Приходите. Будем рады. Спасибо большое за просмотр. Всего вам хорошего, друзья. Летайте на здоровье. И до новых встреч на канале Вертавиа. Всем пока.